Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Возможно ли вернуть уплаченные вперед деньги, решит суд. Что ж ты его в квартире не закрыла, привязала бы его в батарея. К дому же как-то свою бы машину изломала. Нет, ты дорогу засыпала. Борьба женщины с пьяными загулами своего мужа неожиданно стала причиной смерти соседа. В чем ее вина и последуют ли за этим наказания, узнаем в суде. Истец требует отменить решение территориального органа Росздравнадзора. Ответчик, территориальный орган Росздравнадзора, иск не признает. Слушаю вас. Пожалуйста, честь. Я считаю, что моя медицинская лицензия отозвана безосновательно. А на что вам была выдана лицензия? Лицензия была мне выдана на... Я открыл свое ИП на оказание мануальной терапии, поддерживающей терапии. Но я всю жизнь свою сознательную проработал хирургом-травматологом. То есть вы врач, у вас высшая медицинская образовательность. Да, у меня документы все. Я высшей квалификации, врач. Ну, ушли, так скажем, в частную практику. Я ушел в частную практику. Открыли свой кабинет мануальной терапии. Да, открыл свой кабинет, получил, соответственно, лицензию недавно. Но проработал всего лишь два месяца. И вот местное отделение Росздравнадзора приостановило лицензию. И вообще собираются у меня ее... Вообще лишить меня. На основании чего? Эта лицензия. В связи с тем, что якобы я оказал несоответствующие услуги. Понимаете? Ладно бы у себя в кабинете, а то дело было на даче. Понимаете, вот мы недавно с женой в последние выходные приезжаем на дачу. Еще не успели открыть дверь, перебегает соседка, плачет, рыдает, кричит. Дочка серьезно порезалась. Идите, посмотрите, помогите. Ну, все знают, что я хирург, что я врач. Ну, у нас на участках все знают. Ну, естественно, я пошел посмотреть. Прихожу девочка действительно порезана серьезно. На правом предплечье серьезная рана. Сантиметров 14, наверное, такой разрез. И повреждение тканей, и кожи, и так далее, и так далее, и так далее. Коса как-то так упала неудачно. Так. Вот. Ну, естественно, сразу машинально начинает в голове работать. А что делать? Сейчас вызывать из областного центра скорую помощь. Ну, это, по крайней мере, потеряем 4-7 часов. А в экстренной хирургии, что самое главное? Самое главное – время. Потому что если мы сейчас потеряем время, значит, будет сепсис, заражение, долгое лечение, некрасивый шов. И что мне оставалось делать? Я принял решение оперировать на месте. Я же все-таки хирург, понимаете? Если бы я не уверен был в своих силах, я бы за это ни дело не взялся. Ну, никаких инструментов-то, ну, хирургических не было. Ну, вот то, что было под руками. Охотничий нож, самогон, нитки, те, которые были... Нам надо было срочно зашивать, срочно зашивать. Я это все с этим справился, потому что, как говорят, руки помнят все, да? Все сделал, все хорошо. Когда скорая помощь приехала, посмотрели и сказали, ну, все, никаких вопросов, собственно, нету, да? И все, и соседку и девочку повезли в областной центр. И все было хорошо до тех пор, пока не прозвучала моя фамилия. А у меня с главным врачом был когда-то конфликт. И он, конечно, воспользовался моментом на меня накатать жалобу, понимаете? Что я оказал неправильную помощь, не теми инструментами оказал, что сделал все якобы не так. Но я считаю, что это чисто человеческий фактор. Вот просто у нас с ним конфликт. Я же, вот как бы я соседям стал смотреть в глаза, если бы они ко мне пришли и сказали, я бы сказал, ой, знаете, я не пойду, у меня тут вот нет лицензии, понимаете? У меня в лицензии моей не указано, что я должен хирургическим делом заниматься. Ну, как бы я себя-то, я в советское время воспитывался, я еще клятву Гиппократу давал, понимаете? Я не мог по-другому поступить, вот честно, честно признаюсь. Поэтому вот, а чиновники от медицины пытаются лицензию отобрать, и вообще мне запретить заниматься врачебной деятельностью. Я не знаю, вот я прошу суд отменить это решение. Так, представитель Росздравнадзора, слушаю вашу позицию. Ваша честь, ситуация просто вопиющая. Господин Клепиков, да, он является хирургом, но на протяжении пяти лет он не занимался практикой именно конкретно хирургической. А по закону, по закону он обязан, раз пять лет этим не занимался, пройти либо переподготовку, да, то есть он должен доказать свое право на возможность заниматься хирургической деятельностью. На момент совершения Клепиковым вот этих просто вопиющих деяний, о которых я расскажу чуть позже, у него была лицензия только на восстановительную и мануальную терапию, но никак не на хирургические действия. Вот за это чиновников и не любят. Естественно, я разговариваю с ответчиком. Так, хорошо. У него была лицензия на осуществление в своем кабинете платных медицинских услуг по своей направленности. Действительно, в условия лицензии не входят его хирургические какие-то, значит, действия, как хирурга, да, услуги? Да. Он их оказывал, вот эти вот, как вы выражаете, ужасные действия производил со своей соседкой, получившей травму в своем кабинете на возмездной основе? Нет, это было на даче, и ситуация была вопиющая. Во-первых, Клепиков зашивал инструментами, непригодными именно конкретно для хирургии. Там были маникюрные ножницы, там были всевозможные нитки-иголки, совершенно простые, швейные машинки. Ну нет, у меня на даче. Подождите, секундочку, ответчик, секундочку. Истец, скажите, а сейчас соседка-то, вот ваша девушка, которой вы оказали помощь, она сейчас в каком состоянии? Врачи приехали, они сказали, все сделано качественно, профессионально, все... То есть все, ну она сейчас хорошо себя чувствует? Ваша честь. Хорошо себя чувствует? Я не был уверен в своих делах, я бы не... Нет, с ней все нормально, да, никаких последствий не привлекло. С ней все хорошо. Так, пожалуйста. Но существует закон, извините меня, дело в том, что... Можно я продолжу, да? Да, конечно, я вас слушаю. Значит, оказывалось, каким образом? Это антисанитарные условия, во-первых. Это дача, это грязные инструменты. Мало того, что рана обрабатывалась самогоном примитивнейшим, понимаете? Ну и что? Ну что, значит, что? Ваша честь. У меня вон секретарь прыщи духами прижигает. Это прыщи, а здесь рана, и это септик. Девушка могла умереть от заражения. Во-первых, использовался дренаж из простых целлофановых пакетов из супермаркета. Ну где ему надо было на даче взять стерильные помещения, дренажные пакеты нормальные, я не знаю, скальпель, что там еще, зашивной материал какой-то качественный. Он-то и делал, что он не имел права это делать. Так он оказывал экстренную помощь. Он не имел, у него на это не было права. А если бы он не оказал эту помощь, вы же его бы привлекли к ответственности за неоказаниями. Это не факт. А если бы он занес ра в рану, и девочка умерла бы от столбняка, знаете, кто бы за это отвечал? Это уже другая ответственность. Это уже уголовная ответственность. Вы, как никто, меня поймете. Мы живем с вами в правовом поле. Как человек я могу понять, я могу посочувствовать. Но как чиновник, извините меня, я должна следовать букве закона. И я настаиваю на том, что мы сделали совершенно правомерные действия. Да я не мог соседям объяснять, что у меня вот в лицензии не указана хирургическая деятельность. Я просто помогал человеку. Это можно понять? Это можно понять. Вот сразу не нужно, что мы чиновник, а не врач. Хорошо, давайте. Вы сейчас следуете букве закона. Хорошо. Давайте поговорим фактически о последствиях. Последствия какие? А я вам скажу, если каждый желающий садовник будет браться за любые инструменты и делать все, что я хочу. Давайте не о садовниках, а о каждом конкретном случае данном. Что, какие последствия наступили после его действий? Ну, в конкретном случае девочка была доставлена в скоропоможение в медицинское учреждение, где ей заново все успели сделать. Но это только лишь случайность, что девушка выжила. И что с ней все хорошо. Заново поменяли просто нитки и чуть-чуть обработали. Случайность – это частный случай закономерности. И тем не менее, на лицо нарушение закона. Ваша честь, я прошу вызвать мою подопечную, которую я... Этого, соседка, которой оказывали помощь. Прошу пригласить. Пригласить, пожалуйста, свидетеля истца в зал. Свидетеля истца войдите. Добрый день, представьтесь. Ваша честь, я Лоскутова Галина Евгеньевна. Галина Евгеньевна, я так понимаю, вам как раз была оказана помощь, да, истецом? Да, посмотрите, мне... Я распорола на даче всю руку, у меня там мясо было. А сейчас у меня остался только шрам маленький. И все благодаря Ивану... Вы обратились к соседу, потому что знали, что он доктор. Да, он... Он вам оказал помощь в экстренных условиях. Он мне оказал помощь, да. И, между прочим, когда при осмотре врач, лечащий, смотрел и сказал, что сделали все профессионально. Он меня спросил фамилию врача, кто делал. Я подоброте сказала, оказалось, что теперь его еще лицензии лишают. Угу. Мы всем кооперативом на даче собрали петицию, чтобы ему вернули лицензию. Ну, еще пока не отобрали. Давайте свою петицию. Вот как с этим-то быть, представитель-ответчик? Ваша честь. С петицией-то что делать? Если нам следовать букве закона. С петицией что делать? Да. Замечательно. Оставить ее как память о том, что произошло. Девушке просто повезло. Давайте я вам решение тогда ваше отдам, и вы его тоже себе на память оставите. Нет, Ваша честь. Наше решение в рамках закона, понимаете? И мы поступаем только лишь в рамках закона. Он не имел права оказывать хирургическую... Далин Евгений. Здесь речь только об этом. Я вас услышал. Ваша честь, если бы я не уверен был в своих действиях, я бы и не брался. Он мне спас руку. Ваши решения. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И она смехнула. Классно, можно же зарабатывать. Заплатили за полгода, месяц прожили. И она поставила просто это на поток. Какая злобная. Тяжело нелегалам в чужой стране. Особенно, когда находятся люди, готовые нажиться на их бесправии. Могут ли гастарбайтеры рассчитывать на помощь российских законов? Узнаем в суде. Вдова требует денежную компенсацию за смерть своего мужа от инфаркта. Что это? Обвинение в непреднамеренном преступлении или жест отчаяния? Вы понимаете, что это случай, что вам повезло? Да никаких тут случаев. У меня случаев не бывает, понимаете? Понимаете? Я делаю только то, что... Прошу всех садиться, но уверен. Если бы не умер, это не... Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Заявленный иск удовлетворить, признать решение территориального органа Росздравнадзора, приостанавливающего действие лицензии на оказание истцом медицинских услуг, неправомерным и отменить данное решение. В данном случае истец, являясь лицом с высшим медицинским образованием, оказал экстренную медицинскую помощь соседке подачи в результате получения ею серьезной травмы, а именно глубокого пореза правого предплечья. Врачебная помощь оказывалась в экстренных условиях, а не в кабинете истца, где он осуществляет деятельность согласно выданной лицензии, и оказывалась данная помощь на безвозмездной основе. То есть истец выполнял свой врачебный долг при возникновении экстренной ситуации, требующей оперативного медицинского вмешательства, и не оказывал платные медицинские услуги, на которые имеет лицензию. Действия истца не повлекли за собой человеческих жертв, а также возникновение угрозы, либо причинение тяжкого вреда здоровью граждан, при этом качество материалов, при помощи которых истец оказывал медицинскую помощь, не имеет существенного значения для рассмотрения спора. Напротив, результатами медицинского заключения отмечен профессионализм оказания истцом необходимой помощи, в результате которой последствия после полученной травмы являются минимальными, как с точки зрения общего состояния организма, отсутствия сепсиса, так и с эстетической точки зрения, поскольку шрам от пореза остался минимальный. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о неправомерности принятия Росздравнадзором решения о пристановлении лицензии, и данное решение отменяет. Уважаемые представители ответчиков, законом нужно пользоваться не только по букве закона, но и по духу закона, чтобы это не противоречило здравому смыслу. Вот это, мне кажется, очень важно. И при дальнейшей работе прошу это учесть. Понятно вам решение суда? Продолжайте свою деятельность согласно выданной лицензии. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Знаете, если будет такая же ситуация, я поступлю точно так же. Приду на помощь человеку, который в этом нуждается. А чиновники от медицины, они не имеют медицинского образования, а все у нас пытаются учить. Мы, конечно, вынуждены согласиться с решением суда, но так как являемся надзорным он органом медицины, мы будем очень внимательно следить за работой доктора Клепикова. Налоговая следит за каждым вашим шагом. Она обслуживала их на дому. То есть ни за что не платит, ни налоги, ничего. Банки блокируют ваши карты. Эти три миллиона я не видела. Ни одной копейки, чтобы мне сейчас сдохнуть. Все хотят отнять ваши деньги. Банки, вернись за машину. Не подходи ко мне! Смотрите, зал суда «Битва за деньги», чтобы не стать нищим. 280% годовой. 280% годовой. У вас не треснет ничего, нет? С понедельника по пятницу. На нашем телеканале. Выплачивать ничего не буду тебе. Понял? Вот. Истец требует вернуть аванс за наем жилья, так как проживание оплачено за год, а они съехали через три месяца. Ответчик говорит, что она не препятствует жильцам в праве дожить до конца срока найма. Пожалуйста, Зухра Мерзовевна, слушаю вас. Здравствуйте, Ваша честь. Три месяца назад мы с семьей приехали с Узбекистана. Нас друзья очень долго звали, мы копили деньги, чтобы приехать в Москву. Нам сказали, что есть комната, куда пускают приезжих. Не везде пускают. Сумма завышенная, конечно, была, и она потребовала, конечно, за год вперед авансом. Все деньги по 15 тысяч в месяц. То есть сдавалась на условиях, если будет предоплата, сразу за 12 месяцев проживали. Мы платили 180 тысяч. 180 тысяч? Да, три месяца назад. Но все эти три месяца жить там невозможно, потому что у нее есть бывший муж, который садист, алкаш. Но вы комнату-то, я так понимаю, сняли у ответчика? Да. У нее есть бывший муж, который постоянно ходит туда, в квартиру. Они постоянно скандалят, он ее бьет, орет на нас, и он домогается до меня, бьет моего мужа, орет на моих детей. А эта комната находится в квартире, собственником которого является ответчик, и она же в этой квартире еще и проживает. Да, она и проживает. И вы снимаете у нее только одну вот эту комнату. Да, одну комнату, она еще и проходная у нас. А, еще и проходная. Да, и он специально ходит туда-сюда, когда выпивают, он пьяный, может прийти в комнате, у нас лечь, уснуть на полу, орет на моих детей день, ночь, вообще без разницы. А с кем проживаете в комнате в своей? Муж и двое детей. Четвером? Да, четвером. Ну, четвером жить невозможно в этой комнате. Мы хотели бы поэтому съехать на более благополучные условия, потому что в этой травле жить невозможно. Вы три месяца уже там прожили, да? Да, три месяца. То есть вот из 180 тысяч просите вычесть те три месяца, которые вы прожили, в принципе, не против оплатить за это время. Да, да, мы хотим 130 тысяч. А все оставшиеся, что... Это очень огромные деньги для нас. Да, мы хотели бы очень вернуть. Вернуть и снять какое-то другое жилье. Да, снять. Хорошо, ваша позиция понятна. Так, а договор-то вы какой-то заключали с ответчиком найма? Договор устный, а у нас только расписка о том, что она у нас... Денежные средства с вас получила. Давайте расписку через пристав. Ответчик, иск признаете? Нет. Почему? Потому что я в данной ситуации... Скажи спасибо, Зухра, что я вообще терплю это все. Дело в том, что... Вот сколько я ваша честь... Сколько раз я говорила, добра людям не делай никогда. Я сама могу так же пожаловаться, что у меня тоже доход маленький. Я тоже работаю продавцом. И я никакую квартиру не сдаю. Ко мне подошла моя подружка. Мы работаем вместе. Она говорит, так и так. Вот есть вот ребята, да. У них двое детей, жалко. Считай, на улице живут. Не в коробке ли вы жили там практически, да, с двумя детьми? Вы не смотрите, ваша честь, на нее, что она такая вот сейчас пришла. Какая она была. Жалко. Сердце, кровью обливаются. У меня самой дочь. Ваш депутат. Мне... Я тоже развиваюсь с мужем. Такое что? По доброте душевной приютили, бесплатно накормили, одели обулю? Не бесплатно, да. Мне тоже нужны были деньги. Только когда она туда въезжала, я ей все объяснила, что комната проходная. Я не сдаю квартиру. Какая была комната, туда я их... Ну так она не по комнате говорит. Она не по комнате. Ну маленькая комната. Все, что было возможно по материальным доходам снять, они сняли. Естественно, не перебивайте меня. Я не замужем. Она говорит, бывший муж. Обратите, это мой бывший муж. Мы с ним не живем. Развелись мы с ним за то, что он пил. Понимаете? А то, что она приходит... Это никак не мешает ему приходить в вашу квартиру и устраивать то, то, что он там устраивает. Но я сама от этого страдаю. Понимаете? Я же не знала, что такое будет. Я эти деньги потратила. У меня долги. Я потратила эти деньги. И можно было бы пожить и потерпеть немножечко годик. Я такая же. Вы съедете? Я где эти деньги сейчас возьму? Послушайте, отвечу. Что значит пожить и потерпеть? Ну, я не знаю. Вы фактически осуществляете... Послушайте меня. Вы фактически осуществляете предпринимательскую деятельность. Я этого не делаю. Я просто пожалела на... Предусмотрена такой вид деятельности, как операция с недвижимостью, в том числе сдача в аренду. Ну, я не могла... Вы налоги платите? Вы налоги с этого платите? Это было единожды. Это ваш доход. Никакие налоги я не плачу. И будьте любезны уж тогда. Все свои права по договору найма, который фактически между вами имеет место исполнять. Ну, мы договорились только на словах, во-первых. Во-вторых, я не знала, что... Это не освобождает вас от ответственности. А если у меня... Вы договорились на словах, но деньги вы взяли живые. 15 тысяч рублей в месяц. Мы хотели мирно решить этот вопрос. Вот и мы. Мы говорили, чтобы он не ходил. Мы даже хотели вызвать полицию, чтобы он... Потому что он постоянно избивает мужа, постоянно орет на моих детей. И вашего мужа тоже? У вас какие-то с ним потасовки были? Они дрались. А почему они вызывали полицию? Вот мы хотели вызвать полицию, но нам хозяйка сказала, не вызывайте, сидите ровно, потому что тогда он не перестанет отдавать деньги за дочку. Потому что они съедут, у нее муж, у нее все хорошо. Понимаете, вы не смотрите тоже на нее так. Она сейчас поднялась, оделась, обулась, устроилась на работу. Ее муж устроился на работу. И они съедут, то до свидания. А я остаюсь, я должна где-то эти деньги сейчас взять. Поверьте мне, я не одеваюсь в шубы, не разъезжаю на машинах. Мне все равно, куда вы тратите эти деньги. И если мужчина, он мне пообещал, что он будет платить деньги на ребенка, поэтому я не вызываю полицию. Я сама от него страдаю. Ты могла бы мне помочь, как же... Так, истец, у вас свидетель заявлен, да? Кого просите допросить в качестве свидетеля? По лестничной площадке соседка Борисова, все это... Соседка. Пригласите, пожалуйста, свидетелей из ЦАВ-зал. Свидетелей из ЦАВ-зал. Идите. Добрый день, представьтесь. Здравствуйте, уважаемый судья. Я Борисова Юлия Валентиновна. Вы ответчика знаете? Да, я ответчика знаю. Вы соседки, я так понимаю. Я соседка по лестничной площадке, эту Валю Мухину я уже давно знаю. Истца тоже знаете? Действительно проживает в комнате, которая сдает ей ответчика? Да, я видела, что она у них проживала какое-то время, но могу сказать, что Валя... По поводу бесчинств, которые творит бывший супруг ответчика, можете что-то показать? Да, могу сказать, что у Вали это поставлено на поток проживания людей. Она зарабатывает на этом деньги уже. И она только здесь... То есть уже длительное время в найм-комнату сдаетесь? Да, достаточно длительное это время. Уже на два года это продлевается. И она, причем, подбирает... И так, куда это все знаешь? Я сейчас расскажу, не перебивай меня, пожалуйста. И она подбирает людей, тех, у которых проблемы, возможно, с документами, гастарбайтеров, с которых легко можно собрать деньги. Первый ее был такой случай, она приютила людей. Они оплатили за полгода. Но, как оказалось, у них проблема была с документами. Их депортировали. И она смехнула. Классно, можно же зарабатывать. Заплатили за полгода, месяц прожили. И она поставила просто это на поток. С мужем она не разведена. Она только документально разведена. Но официально-то не общается. И муж никакой не алкаш. Да что вы говорите? Какой у тебя муж-то алкаш? А вы не видели? В Зухрам он подтвердил, какой он алкаш. Да, да. По кому ученику тебя? В смысле? Что вы хотите сказать? Я хочу сказать то, что он специально сделал наколки, что он пьет, пьет, дебоширит. Она ему даст указ, мне надо побыстрее, чтобы эти люди уехали из квартиры. Ну и, конечно, он начинает... То есть это вот все спектакли, вы хотите сказать? Конечно, это все спектакли. Она такая от первого там случая, второго случая начала соседям рассказывать. Другой, конечно, моей соседке. Ой, ты знаешь, я так сейчас классно зарабатываю, мне даже работать не нужно. Поселила людей. Это ваши спектакли. Муж там ходит в эту промежную комнате, туда-сюда, пьет, бьет их людей. Это ваши соседки и спектакли. Он мне приходит тогда, когда тебе надо, чтобы быстрее люди съехали. Да мне не надо. Отвечи, свидетели, я вас услышал. Отвечи, много у вас было нанимателей, которые раньше срока, чем оплатили, съехали? Нет, у меня не было никаких нанимателей. Ёлечка, докажи, моя хорошая. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Что ж ты его в квартире не закрыла? Привязала бы его в батарее. К дому же как-то свою бы машину изломала. Нет, ты дорогу засыпала. Борьба женщины с пьяными загулами своего мужа неожиданно стала причиной смерти соседа. В чем ее вина и последуют ли за этим наказания, узнаем в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил заявленный иск удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу истицы плату за жилое помещение в размере 135 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку между сторонами фактически имел место договор найма жилого помещения. Ответчица предоставила в пользование истицы и членов ее семьи комнату за плату сроком на 12 месяцев. Плата за жилое помещение была передана истицей ответчице сразу за весь период проживания, то есть за 12 месяцев. Это признается обеими сторонами. Суд учитывает, что выселение было вынужденным, так как ответчица создала невыносимые условия жизни для истицы и членов ее семьи. Поэтому суд считает, что ответчица не имеет права на удержание платы за найм, за несвоевременное предупреждение ее о выселении жильцов. При таких обстоятельствах суд признает невозврат платы за непрожитый период времени необоснованным обогащением ответчицы за счет истицы, поэтому взыскивается ответчице плату за этот период в размере 135 тысяч рублей в пользу истицы. Также суд передает материалы дела в отдел управления внутренних дел по месту проживания ответчицы для проведения проверки на предмет наличия или отсутствия в ее деяниях преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничества. А также для проверки оснований, для привлечения ответчицы к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и неуплату налогов. Понятно, да, ответчик? Уже будут правоохранительные органы разбираться, спектакль у вас там, как у вас бизнес налажен, платите ли вы налоги за это. Все там. Понятно решение суда. Денежные средства исту вернуть. Дело закрыто. Прошу всех встать. Пожалуйста. Низкий тебе поклон. Решение суда. Иск удовлетворить. Знаете, радует тот факт, что даже не являясь гражданином страны, можно отстаивать свои права. Идите в суд и отстаивайте свои права. Добра добра не ищут. У нее, значит, дети, у меня, значит, детей нет, да? Мало того, что еще денег должна, так еще и на меня уголовку заведут. Замечательно. Ну, я еще буду бороться. Вы про меня еще узнаете. Житель Самары отсудил у соседа полтора миллиона рублей. Он засудил весь поселок. Уже люди с ним не разговаривают. В Кемеровской области рабочий оспорил в суде свое увольнение и получил 630 тысяч рублей компенсации. Ну, ты наглец и сволочь, это тебе, честно говоря. Ивановская стриптизерша доказала, что выполнила работу в полном объеме, и ей заплатили 150 тысяч. Я выполняла свою работу. Что за работа такая? Как это что за работа? Стриптизисты. А вы хотите получить свои законные деньги? Верните наши деньги. Беспредел устроили. В бесплатной юридической консультации программы «Зал суда. Битва за деньги» вас научат, как получить все, что вам причитается. До последней копейки. Истец требует возмещения морального вреда. Ответчики против иска возражают. Заявляют, что в их действиях не было злого умысла. Слушаю вас, Елена Васильевна. Ваша честь, требую взыскать с ответчиков в качестве возмещения морального вреда 1 миллион рублей. Дело в том, что... Чем причинен моральный вред? По их действиям. Мой муж не получил своевременную медицинскую помощь, и в результате этого скончался. Каким образом? Около двух месяцев назад, в конце февраля этого года, мы ложились отдыхать, и мужу стало нехорошо. Я померила давление, почувствовала, что у него высокое... Увидела, что высокое давление, гипертонический криз, вызвала тут же скорую помощь. И, собственно, сидели мы уже, ее ждали. И в течение 15 минут машина не приехала. Я начала звонить в диспетчерскую. В диспетчерской сказали, что машина давным-давно выехала, согласно звонку, и находится буквально в 100 метрах от нашего дома, стоит и перед машиной огромная куча снега, и бригада скорой помощи вынуждена разгребать этот снег и пытаться подъехать к нашему дому. Я выбежала на улицу, смотрю по дорожке. Действительно, чтобы вам было понятнее, просто вот наш дом, двухквартирный, он стоит в стороне от главной дороги. Вот он, наш дом. Это вот где квартира 1, квартира 2, да? Да, да, вот это наш дом. Просто в нашем доме всего две квартиры, наши и соседей. И вот перед нашей, на этой нашей дорожке стоит просто вот огромная-огромная-огромная глыба снега. Подойдите, пожалуйста, покажите мне конкретно, вот прямо на плане. Где ваш дом еще раз? Вот он, наш дом. Вот это ваш дом. Вот это главная дорога идет. И вот это расстояние где-то метров 100, не больше. И машина стояла вот здесь, а вот это все место было засыпано вот таким снегом вплоть до нашего дома. То есть наш дом был забаррикадирован. Предайте мне фотографию через приставы. А в связи с чем был, во-первых, такой сугроб? Я подбежала. И почему вы считаете, что в этом виноваты ответчики? Я подбежала к машине, взяла доктора за руку, привела его домой к нам. Он сказал, что у мужа не просто гипертонический кризис, а инфаркт, нужна срочная-срочная госпитализация. Но машине не подъехать к дому. А я часом ранее гуляла с собакой, видела, что дорога была идеальная. У нас просто наши все дорожки чистит вот наш тракторист Николай. И в этот день дорожки были все идеально чищенные. Собственно, мы все там ему немножко сбрасываемся. Он за небольшие деньги нам всегда приводит все наши дороги в порядок. Ну, тогда у меня, наверное, вопросы будут, наверное, к ответчику буду, да, по поводу снега. Давайте мне все документы о смерти супруга. Ваша честь, я бы хотела... Вы считаете, вы считаете ответчиков виновными в причинении вреда. Я бы хотела просто еще пояснить, что в заключении медицинском о причине смерти моего супруга написано, что была оказана несвоевременно... Ввиду неоказания своевременной медицинской помощи муж, собственно, и скончался. Если бы помощь была оказана вовремя, и он доехал до стационара, то этого бы не случилось. А так получается, я час искала соседей, чтобы донести мужа до машины, потом мы ее выталкивали все вместе из этого завала, сугроба. И только после этого он уже в машине умер. И получается... Прошу прощения. Я пришла потом к Николаю. Я же видела, что дороги были чистые. Пришла к Николаю, спросила, откуда взялась вот эта огромная куча снега. Он сначала не отвечал ничего, а потом говорит, так меня же Катя попросила засыпать вашу дорогу. Я говорю, в смысле, как попросила? Дорога засыпана, была намерена? Дорога была засыпана намерена. Именно в этом все и дело. Ваша честь, я... Зачем вы засыпали дорогу? Я тракторист, и я всегда чистенько. Я, в отличие от этих коммунальщиков, которые после исторического материализма все развалили и проворовали, у меня свой трактор, понимаете? И мне скидываются чуть-чуть. Небольшие деньги, я иной раз, два-три раза в день чищу весь поселок. Весь. И на этот раз я приехал чистить снег. Мне осталось вот только этот маленький переулочек, я половину уже почистил. Ну, получилось так, вот Катерина выбегает, вся растрепанная, в слезах, в соплях, извините. И говорит, не надо, не чистить. Что это, как? Я же деньги-то беру, но, в принципе, там две квартиры-то всего. Говорит, не чистить. У меня там с мужем беда, в общем, если он сейчас опять нажрется, сядет за руль и погонит куда-нибудь в пьяном виде. А так он в сугроб и не уедет со двора. Ты мне наоборот, мне говори, навали, навали. То есть вас Екатерина Викторовна попросила навалить снег. А? Навалить, наоборот, снег, перекрыть дорогу попросила. Да, 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 да. Ну, меня же женщину жалко, я и повелся. Ради семьи же все-таки, что, российскую хорошую... Да какой ради семьи? Ты на бутылку повелся, Николай. Какую бутылку я не бью а по три раза? Учись, успокойтесь. Лена, я не давала ему бутылку, честное слово, не давала. Екатерина Викторовна, а в связи с чем вы попросили ответчика, своего соотвечика засыпать дорогу снегом? Ваша честь. Что за обстоятельства-то были? У меня муж вообще человек неплохой, но страдает алкоголизмом. И как-то ожрется, обязательно садится в машину и едет куда-нибудь в ночь. И я, вы знаете, столько с ним боролась, сколько мы штрафы переплатили и прав его лишали. Лен, ну ты что, как флагом размахиваешь штрафами? Это прятать надо, а ты говоришь, что ты это самое там... У тебя это же недостоинство его. Лен, это беда моей семьи, понимаешь? Беда моей семьи, Ваша честь. Я боролась как могла. Я ключи прятала от машины. Я колеса ему спускала. И понимаете, тут смотрю в окно, а Николай чистит двор, дорогу. И мне в голову пришла мысль, я сейчас его попрошу, чтобы он завалил выезд. И думаю, он уже у меня никуда не уедет, дома останется, и все будет хорошо. Дом-то не только, Лен, ваш, еще и мы там живем. Живые люди, целая семья. Че ж ты всю дорогу-то, че ж ты его в квартире не закрыла, привязала бы его в батарее. К дому же как-то свою бы машину изломала. Нет, ты дорогу засыпала, и это как ребенок, как песочницу детскую засыпал, взял песочком. Ты водитель! Да, я че, Кашпировский, если бы я знал, что так случилось. Лен, ну время-то ночное. Разве я пошел бы на это? Время-то ночное было. Лен, ну тут в самом деле. Екатерина Викторовна, ну вы должны были осознавать вообще, что вы просите, вот, например, с ответчиком, ну ладно, хорошо, вы его попросили, он это сделал. Ну вы-то могли бы представить, что, ну мало ли что-то случится. Вы дорогу перекрыли, понимаете? А пожар бы случился. У меня в голове даже не было, потому что мы с Леной настолько хорошо жили, и они очень... Ну вы как считаете, есть ваша вина в этом или нет? Ну это все неумышленно, понимаете? Это все неумышленно были. Я-то знала, что они ночью никогда и смотрю, машина на месте, у них свет погас. Думаю, ну все, легли спать. Поэтому давай дороги засыпать. Я в тот момент думала о том, что он сейчас сядет в машину, врежется куда-нибудь и останусь я вообще одна. И у меня, понимаете, я уже на пенсию скоро ухожу, а он у меня нигде не работает. А на моих плечах ищу сын. И я вот так... А в итоге истец осталась одна, сыном на плечах. И теперь мой Миша не будет учиться в институте. Всю мою зарплату всегда за учебу платили. А теперь у меня мужа нет. Теперь всем неизвестно, что будет. Екатерина Викторовна, вы свою вину признаете в этом или нет? Ну, я не знаю даже, что сказать, но действия мои были, конечно, Вот если вы так боитесь, что ваш супруг сядет нетрезвый за руль, продайте машину, возместите ущерб изцу. Одним ударом двух зайцев убьете сразу. Да вы знаете, эта машина, она так нам тяжело досталась. Мы на нее копили-копили. И я никак не думала, что так получится. Лена, милая, я тебе даже чувствую. Ты вот мне еще... Лучше давай еще про машину. Мне подвою расскажи, как она нам тяжело досталась. Сюда больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. В следующей программе. А я ничего не сделал. Хотя мог его задержать. У меня есть грамоты из-за охраны государственной границы. Я задерживал нарушителей. Слышь, вертухай, за метлой. И таких подонков я могу задержать. Семья лишилась квартиры из-за уголовника, который на время приватизации был вписан. Возможно ли вернуть деньги в такой ситуации? Мой муж тратил деньги на свою женщину новую. У меня есть фотография. А вот потому что... Вот теперь вы с ней, пожалуйста, и отдавайте долг. Возврат долга от дела чести. Но что делать, если финансовая ситуация зашла в тупик, а кредитор неумолим? За счет чего можно погасить займ? Ответ на это узнаем в суде. Как вот это влияет на психологическое состояние детей? Да потому что встает у них все! Мне кажется, это нормальный процесс. Нет, не нормальный. В школе не нормальный. Педагог развращает учеников. Выкладывает в соцсети компрометирующие фото. Мальчики теперь думают не о литературе, а о картинках на странице учительницы. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск о взыскании морального вреда в связи со смертью мужа оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что ответчики не виновны в смерти мужа истицы. А вред, причиненный жизни или здоровью другого лица, возмещает лицо, причинившее этот вред, то есть виновное в причинении вреда. В данном случае смерть мужа истицы наступила в результате сердечного приступа. Таким образом, отсутствует объективно-причинно-следственная связь между действиями ответчиков и смертью мужа истицы. А субъективное восприятие произошедшего, что в результате действий ответчиков, больному своевременно не была оказана медицинская помощь, не является основанием для признания их виновными смерти мужа истицы. Поэтому в иске в данном случае отказано. Ну вот закон написан вот так, уважаемый истец. Но в любом случае для закона нельзя применять субъективную оценку этих обстоятельств. Ну вот если по-человечески мы, конечно, все прекрасно понимаем, что трагическая случайность могло бы не быть, ну вот так случилось, так получилось. Поэтому, ответчик, ну поскольку по вашей просьбе все это было, мне кажется, вот чтобы какие-то, поскольку вы соседи, чтобы какие-то нормальные отношения сохранить, если вы за собой чувствуете хотя бы что-то, какую-то вину, продайте машину, возместите истцу, хоть какой-то ущерб. Потому что в итоге, ну вот по-человечески, вот где-то в глубине души, вы должны осознавать, что это в чем-то есть ваша вина. Да, ваша честь. Закон вот такого не предусматривает, здесь должна быть прямая причина следственной связи, да, умер от сердечного приступа, да, прямого ущерба вы не причиняли, но вот по-человечески отнеситесь к этой ситуации. Вам еще в одном доме жить. Понятно, естественно? Да. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Виноватых нет, и мужа нет. Вот так вот в один день лишилась и мужа, и кормильца. Потому что, надеюсь, соседи не оставят, дадут и помогут выучить Мишеньку. Я в шоке от произошедшей трагедии. Конечно, я буду искать деньги, чтобы помочь Елене. Ну, что могу сказать? На железной дороге вся стрелочник виноват. В коммуналке тракторист простой. Ну, по огороду бесплатно буду пахать. Что же делать-то? Как тут надо женщине жить? Все продается и покупается. Меня продали, как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег! Еще бы! Моя любовь дорогого стоит! Тело. Ну, может, пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину, или чтобы кто-то потрогал вашу друг? Мне принципиально установить истину. А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. На что мы пошли, ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. С понедельника по пятницу на нашем телеканале. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать низк на вас. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова